В Заполярье продолжается кампания по доставке школьников из труднодоступных уголков к месту учебы. Первыми в столицу прилетели ребята из поселка Бугрино и Харивер. А сегодня спецрейсом доставили детей из Индиги, Ваучейского, Ома и Нижней Пеши. Репортаж Алины Ваучейской. Как правило, в заполярную глубинку можно добраться только по воздуху. Поэтому в селах Ненецкого округа давно привыкли к тому, что с детьми, которые учатся в окружной столице, после каникул обязательно прилетит вертолет. Вот и сегодня спецрейс летит в Индигу. Непродолжительное, но искреннее прощание. Что говорится по-мужски, и Алексей Ваучейский усаживается поудобнее в вертолете. Молодой человек хочет стать военным, поэтому решил учиться до 11 класса. Я первый год только там учусь. Я сначала в своем поселке учился, потом я пошел в интернат. Еще одна посадка. Буквально две минуты, и в вертолете несколько ребят из поселка Ваучейский. Виндокрылая машина направляется в деревеньку Снапа. Здесь школьный рейс. Уже ждут десяток малышей, которые поедут учиться в село Ома. Переброска школьников между населенными пунктами вполне обычное дело, ведь не во всех деревнях есть средняя школа. Елена Сметанина практически каждого ребенка знает как своего. Вот уже 19 лет подряд каждую осень, зиму и весну она собирает под свое крыло ребят из разных уголков Ненецкого округа. В этом году первые рейсы были выполнены 10 января. Порядка 200 человек на зимние каникулы. Мы увезли 187, но сейчас планируем всех привезти обратно. Самый большой населенный пункт это Бугрино, там где нет средней, вообще, то есть где есть начальная школа только, поэтому там у нас 44 ребенка, туда были два борта. 14 января планируется выполнить еще два спецрейса. На запад, где заберут детей, Шойны, Киениси и Коткина, а также на восток в Усть-Кару. Там школьный борт ждут ребята, которые отправятся на обучение в среднюю школу имени Пырерки. Что касается сегодняшнего рейса, в окружную столицу доставили 20 учащихся. Финальная остановка в маркруте этого школьного рейса село Нижняя Пеша. Здесь на борт вертолета поднимаются еще 10 ребят. Все они полетят на Рьен-Марк, рысь, хранит науки. А уже в мае и июне эти дети на таких же школьных вертолетах вернутся на свою малую родину, села, деревни и оленеводческие Сойпича. Алина Малусейская, Петр Лукемин, телеканал Север.